приветствую вас и в этом видео мы поговорим о таком инструменте объемного анализа как volume fixing его идея заключается в нахождении на графике уровней и зон где было проторговано большое количество объема но за разные интервалы времени так в этом видео мы разберемся как считается индикатор как его настраивать и в конце поговорим о том как можно использовать данный индикатор в реальной торговле переходим в расположение индикатора меню setup status volume fixing у нас уже настроено два лимита и на примере первого лимита разберемся как считается индикатор данный лимит на интервал 30 минут и в этом случае у нас график разбивается на равные отрезки в 30 минут и за каждый из этих отрезков индикатор пересчитывает объем по каждой из цен если по одной из цен за данный промежуток времени было проторговано 5000 контрактов и более сумма мы указываем в настройках если это количество объемом было достигнуто по одной из цен то данная ста у нас подсветится желтым цветом причем посвечивается только максимальная цена за это отвечает функция максимальный он если мы отключим то увидим что появились и другие уровни мы можем наложить на график профиль и проверить сколько объема было проторговано по той или иной цене и так по верхней цене было проторговано 6954 контракта а по нижней 5621 и посвятилась у нас только максимальная цена с функцией max value only и аналогично считается лимит с интервалом в 1 час то есть за каждый час индикатор считает объем если по одной из цен было суммарно поторгована 10 тысяч контрактов и более то эта цена подсветится красным цветом и так как настраивать индикатор сперва мы выбираем что считать это объем дельта либо количество трейда далее выбираем интервал размер сика определяет за сколько ценовых уровней считается объем другими словами если мы поставим размер сика 2 то объем будет считаться суммируясь за два ценовых уровня объем указываем также можно настроить время работы лимита и тип линии и нижняя строка настройки отвечает за настройку альертов далее мы поговорим о том как можно использовать индикатор в реальной торговле но сперва небольшой дисклеймер данный индикатор не является единственным сигналом для принятия решений на рынке его стоит рассматривать столько как дополнение уже к вашей существующей стратегии и как правило используется несколько лимитов с разными интервалами например добавим еще лимит с интервалом в 10 минут и объемом в 3000 контрактов цвет белый и нажмем не уберем все лишнее с графика и так на примере прошлой сессии и сегодняшний рассмотрим способы использования индикатора в живой торговле всего по личному опыту есть три способа использования индикатора первый это идентификация самого важного уровня на закрытии рынка как правило самые большие объемы находятся на закрытии рынка и с помощью данного индикатора мы можем понять какая из цен является ключевой вы момент на закрытии позапрошлой сессии мы видим что у нас ключевая цена это 41 45 с половиной и еще можно выделить цену 41 43 с половиной выделим зону и уже на азиатской сессии мы видим как эта цена отрабатывает то есть рынок подтвердил что эта цена является такой ключевой вы момент и далее переходим к открытию американского рынка видим что цена пробивает уровень и начинает закрепляться под данным уровнем но в то же время она находится в нашей зоне на которую мы отметили с закрытием еще важный момент чаще всего данный объем будет появляться где-то в середине каналов это легко объяснимо так как максимальные объемы они расположены в центре канала и но нам стоит искать только те ситуации где данный объем появляется в облиде уровня либо где-то на экстрамумах и уже там принимать решение и что мы видим то есть как можно мыслить в моменте логика принятия решения видим что цена падает у нас выбивается какой-то объем видим что он что он так скажем запиливается и далее мы видим объем который появился в облизи нашего уровня который мы отметили со вчерашнего дня и далее нас стоит под этим объемом то есть что мы получаем мы получаем усиление уже и без того сильного уровня и мы получаем короткий стоп за уровень и за объем видим что далее цена отрабатывает данный уровень это был первый способ как можно использовать объем еще раз это идентификация ключевого уровня на закрытие рынка второй способ это подтверждение уже существующего уровня то есть мы просто ждем будет ли вы возле нашего уровня и какой-то объем вот как в этом случае и третий способ использования индикатора это собственно торговля от него как от зеркальных уровней по наблюдениям индикатор довольно неплохо отрабатывает как зеркальный уровень то есть если мы где-то выбили объем выбили такой уровень волнефиксинг и если цена возвращается на ретест то можно рассматривать трейды на ретесте именно на отходе другими словами мы можем использовать индикаторы как при ранжевой торговли как на рейнжевом рынке ожидая объема возле нашего уровня и также мы можем использовать его и как зеркальный уровень торгуя по тренду например видим что дальше цена продолжала проваливаться под уровень мы опять выбили объем и начали констатизироваться ниже этого объема дальше пошел вынос и также у нас еще здесь был желтый объем и дальше пошел вы на сложный пробой на обратно вернулась под объема и начала уже констатизироваться ниже этих объемов ниже желтого и ниже белого и здесь мы понимаем что у нас есть зона объемная зона из белого объема и желтого то есть это по сути еще более сильный сигнал чем чем один объем что принципе и логично если вы торгуете тиковый график то в принципе на тиковом графике здесь можно было бы посмотреть что-то возможно была хорошая точка входа еще с более коротким стопом и здесь можно было взять свои 3-4 пункта и потом еще раз видим что знак этой точке 5 подходила ударилась и пошла ниже далее также видим на отходе до чем не говорил ранее мы выбили объем где-то по центру локального канала и потом на отходе мы подтверждаем эту цену и уходим вверх и потом опять отбиваемся от уровня пожалуйста на примере можно уже понять что и как работают объемы что действительно цена ходит от объемов к объемам далее видим цена падает ниже серый уровень это уровень с часового таймфрейма мы видим что покупатель пытался удерживать цену но не удержал опять была попытка удержания цена вернулась на ретест и о чем я говорил возможность торговли зеркальных уровней вот объем вот наш ретест и можно было здесь смотреть на тиковом графике трейд точку входа дали сна продолжила палась здесь ничего не было и дальше 5 нападает ниже уровня со старшего таймфрейма и посмотрите как много объемов здесь в моменте появляется мы стоим под объемом да есть выносы но мы понимаем что скорее всего здесь какой-то игрок держит уровень вернее держит цену ниже данной зоны и здесь можно было взять свои 323 пункта дальше у нас идет объем то есть пробой в обратную сторону мы выбиваем объем в том числе на кластере и есть более фиксинг и посмотрите 5 на отходе цена спускается плавно на нашу зону уже не уровень а зону и поддерживает ее дает спокойную точку входа и отстреливает вверх на 10 пунктов таким образом мы можем как бы перекрутить и данный индикатор к нашей основной стратегии и тем самым усилить ее и давайте посмотрим что было на сегодняшней сессии в real time сегодня цена также падала здесь пытался покупать удерживать на локальных минимумах далее мы продолжили падать опять попытка удержания отскок далее рынок развернулся и опять посмотрите в моменте большинство объема у нас расположено примерно в районе 41 35 то есть мы здесь можем определить зону в которой работал крупный капитал в которой были сосредоточены большие объемы и мы опять видим как отсюда зеркально уже отрабатывал отрабатывала цена потом последовал отход и на отходе также была хорошая отработка далее цена немножко постояла в локальном канале и пошла наверх и 5 о чем я говорил третий способ использования более фиксинг как зеркального уровня цена отходит делать ретест и на ретесте мы можем смотреть например на тиковом графике точку входа и посмотрите какая прекрасная была точка входа в шорт от уровня 41 54 это уровень также со старшего таймфрейма даже сейчас я покажу график вот пяти минутка это уровень с прошлой сессии и он также хорошо отрабатывался на европейской сессии сюда было сделано сильное движение мы возвращаемся на ретест и видим что у нас выбивается объем его держит нас понятный стоп и понятный потенциал и еще раз в заключение три способа использования более фиксинг в живой торговле идентификация ключевого уровня на закрытии первое второе это подтверждение уровня от которого мы ждем трейд и третий способ это торговля от воли фиксинг как от зеркальных уровней по тренду то есть можем использовать воли фиксинг как в ранжевой торговле так и в торговле по тренду на трендовом рынке если у вас остались вопросы по данному индикатору просим обращаться в нашу всех поддержку по контактам в описании благодарю за внимание и хорошего дня